В преддверии новогодних праздников и самых долгожданных новогодних каникул в школах Артёмовского городского округа прошли встречи учащихся с представителями госавтоинспекции города Артёмовского. Впереди школьные каникулы. Любите зиму? Да! Потому что нужно любить зиму? Поехали! Так, давайте не хором по очереди. Пожалуйста. На коньках кататься. С кишки играть. Новый год. Петровоз. Подарки. Ну и, конечно же, у вас будет очень много отдыха. Мы бы все очень хотели. И Людмила Валентиновна, и я инспектор по пропаганде правил поведения на дороге Светлана Викторовна Шарапова. И инспектор дорожно-патрульной службы ГИБГД, старший лейтенант полиции в отставке Владимир Афаилович Окуни. Мы сегодня с вами хотим провести игру, а также Наталья Викторовна Горбунова, которая у нас за кадром, хотели провести игру «Внимание. Дорога» по правилам безопасного поведения на дороге зимой. Чтобы не только в беседе мы сели и поговорили с вами, как нужно вести себя, а игра стоит из трех этапов. Каждый класс получит маршрутный лист и отправится по маршрутному листу, выполняя три задания. Мы хотим, чтобы вы еще раз вспомнили, кто не знает, кто увидел и запомнил, как нужно себя вести, и чтобы вы отдохнули безопасно. Инспектор по пропаганде ОГИБДД Светлана Шарапова также напомнила детям о том, что в период зимних каникул практически каждый будет не только пешеходом, но и пассажиром. Вы не только в качестве пешеходов бываете, но еще и в качестве пассажиров. А в качестве пассажиров пятый класс, которому исполнилось 10 лет, 11 лет, кому-то уже 12 лет. И все имеют рост до 50 сантиметров, тогда они просто пристегиваются ремнями безопасности. И во время движения водителя не отвлекают и никогда не отстегиваются. Договорились? В рамках игры «Внимание. Дорога. По правилам безопасного поведения на дороге» зимой учащихся пятых классов школы номер 12 выполняли три задания. Так, в задании «Хочу все знать» школьники отгадывали кроссворды на тему правил безопасного поведения на дороге в зимний период. В задании номер 2 школьники рассматривали дорожные ситуации и ловушки. В задании «Стоп-кадр» ребятам был продемонстрирован учебный фильм по правилам поведения на дороге зимой. На этой картинке мы видим, что человек переходит в наушниках и не видит, что машина едет. Нельзя переходить в наушниках дорогу и надо выполнить правила в трех раз. Так, что это за правила? Надо сначала встать, послушать, смотреть. Смотреть по сторонам и, конечно же, прислушиваться. Хорошо. Значит, у нас этот пешеход, его полностью не выполнил, и еще и вбивают наушники. Вообще, это только зимой бывает, и в любое время. Куда используются? Спасибо. Дети повышают правила, потому что они катаются в запрещенном месте, и их может в любой момент сбить машина. Лучше выбирать такое место, чтобы подальше от дороги. В образовательном учреждении номер 10 учащиеся вспоминали правила безопасного поведения на дороге зимой вместе с педагогами, инспектором по пропаганде ГИБДД Светланой Шараповой и Дедом Морозом. Бывают такие места, когда снежный вал вырастает до высоты размером с человека. Безопасно переходить дорогу в этом месте? Нет. Нет. Значит, мы ищем обязательно безопасное место. Не нужно выходить на проезжую часть из-за стоящего автомобиля, снежного сугроба. Понимаем это, что это будет опасно. Где можно переходить дорогу? По пешеходному переходу. Мы на перекрестке. У нас есть ответ, да, в кроссворде. Каждый пешеход должен соблюдать какое-то правило, Дед Мороз? Скажи, пожалуйста, нам какое. Правило трех слов, детишки. Какие же начинающиеся ногу пояс? Итак, правило трех С, которое должен соблюдать пешеход любого возраста. Спокойся. Трех слов. Да, нормально. А, еще раз, как раз, значит, и так, правило трех С, которое должен соблюдать любой пешеход любого возраста. Если он хочет перейти дорогу, смотри, это одно из этих слов еще. Несколько. Если он слушает, и самое первое, про него все забывают, он всегда это делает просто автоматически. Если он ушел, шел, шел, и нужно, если он что делает? Стой, молодец. Стой, смотри, слушай. Вместе с Дедом Морозом ребята также приняли участие в игре «Внимание! Дорога!» и прошли три этапа заданий, как и их сверстники из 12-й школы. Белая горка озеро накрыла, воду с собой прочно закрыла. Что там под ней не видно, очень ребятам обидно. Давай, Гулян. Паталет. Правильно. Представьте, вы идете по дороге, и раз в сугроб, а здесь надо перейти дорогу. Как нужно переходить дорогу? Правильно. Правильно, да. Если дорогу только видно. Давай. Нужно. Нужно перейти через другой пешеход, где нету сугроба. Правильно. Когда мы начинаем прошел дорогу переходить, надо было сначала посмотреть, в каком случае. Ведить нельзя. Научники идут. Вот этот человек сейчас в данный момент идет в научниках, и он не видит, что машины едут. Ну, он нас что-то отвлечет. Из-за этого его сейчас будут в данный момент сбить машину. Какое здесь природное явление показано? Снегопад. Ну, снегопад. Да, снегопад, конечно, там. Дед Мороз всем про правила 3С рассказывает. Расскажи, спроси у детей. Вот, смотрите, вы подошли к дороге и должны знать правила 3С. Каких? Так, девочки, когда не говорят, что... Стоять, смотреть, слушать. Правильно. В рамках мероприятий, прошедших в образовательных учреждениях, школьникам еще раз напомнили о том, что горка, выходящая на проезжую часть, может быть опасна. При гололеде и снегопаде перед проезжей частью необходимо суметь вовремя остановиться и посмотреть по сторонам. Это важно. Носить световозвращатели – это стильно и безопасно. Дети с удовольствием смотрели обучающий фильм и повторяли правила безопасного поведения на дороге. Отвечали на вопросы Деда Мороза и получали в подарок конфеты и световозвращатели. Продолжение следует...